Сегодня ты узнаешь ключевые моменты про медицинское страхование иностранца для ВНЖ. Что оно покрывает, какие виды бывают, какие подходят для ВНЖ и чем частная страховка отличается от государства. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали, застрахуемся. Итак, начнем. Частная медицинская страховка – это обязательное условие для подачи заявки на ВНЖ. Без нее невозможно получить вид на жительство и нужна она для всех иностранцев от 18 до 65 лет. И частная медицинская страховка бывает двух типов. Это обязательная частная медицинская страховка и расширенная обязательная частная медицинская страховка. Обязательная медицинская страховка покрывает 60% облаторной помощи. ну то есть в поликлинике, а 40% оплатит иностранец. Обычно такая страховка рассчитана на 2000 лир лимита в год на амбулаторную помощь. При необходимости стационарного лечения, то есть в больнице, такая страховка покроет 100% стоимости. Заболевания, которые страховка не покрывает ни в каком виде, это хронические заболевания, которые возникли не на момент действия страховки и требующие постоянного наблюдения врача. Например, такие как сердечно-сосудистая патология, это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, варикозная болезнь, сахарный диабет, бронхиальная астма, хронические офтальмологические заболевания, то есть глаз. А также такая страховка не покрывает ведение беременности и услуги стоматологии. В этом случае нужно будет оплатить 100% стоимости медицинской помощи. Расширенная обязательная медицинская страховка – это когда ты по своему желанию можешь внести в страховку дополнительные виды медицинской помощи, такие как, например, ведение беременности, стоматологию, физиотерапию, лечебный массаж и все виды офтальмологической помощи, также оказание помощи при обострении хронических заболеваний. И такая страховка уже покрывает 80% суммы амбулаторной медицинской помощи, и лимит в ней составляет обычно 5000 лир. Ну и также в любом случае 100% суммы стационарной помощи она также покрывает. У нас лично расширенная медицинская страховка, так как по сумме между стандартной обязательной она не сильно различается, а вот при обращении за медицинской помощью можно хорошенечко сэкономить. Чтобы получить медицинскую помощь, необходимо посмотреть список учреждений, с которыми заключен договор страховой компании. Делается это на сайте страховой компании. В некоторых страховых компаниях такая информация будет указана прямо в договоре, который ты заключаешь с этой компанией. Вот, например, у нас с Вовой страховка Сомпасигорта. И вот здесь нужно смотреть медицинские учреждения прямо у них на сайте. И она работает не только в городе, в котором куплена эта страховка, но и по всей Турции, что очень удобно. Ну, то есть можно поехать в путешествие и не беспокоиться о том, если с тобой что-то там случится, можно легко обратиться в больницу. Если поехать в учреждение, которое не заключало договор с твоей страховой компанией, то сумма покрытия страховкой будет меньше, и она будет составлять 80% стационарной помощи и 60% уже амбулаторной. Дальше необходимо записаться на прием к врачу. Сделать это можно непосредственно, позвонив в медицинское учреждение. Очень часто в них есть или англоговорящие, или даже русскоговорящие сотрудники, так как такие медицинские учреждения обычно ориентированы именно на иностранцев. Либо второй вариант, можно записаться через ЕДИВЛЕТ. Тебе назначат дату и время. Ну и все, приходи и получай помощь. Врач после того, как определит область твоих жалоб, свяжется со своей страховой компанией и уточнит, покрывает ли данный случай твоя страховка. И сообщит об этом тебе. Что такое ЕДИВЛЕТ и как им пользоваться, вот здесь можешь посмотреть. Ну а после того, как ты проживешь в Турции по ВНЖ год, можно уже будет оформить страховку SGK. Это государственная страховка, она уже дешевле, чем частная. И цена для тебя при таких условиях будет как для местных. Если же SGK оформлять без ВНЖ, это намного сильно дороже, чем частная страховка. SGK государственная страховка, она выдается иностранцу, который имеет разрешение на работу в Турции и покрывает также всю его семью. Семья оплодает также видом на жительство. Да, оплачивает страховку в таком случае работодатель. При покупке государственной страховки она всегда распространяется на всех членов семьи. То есть на твою вторую половину, на детей. Так, цены на медицинской страховке в Турции. За то время, в котором мы здесь находимся, цена повышалась уже дважды. Первый раз в два раза, второй раз на 50%. Цена напрямую зависит от возраста. Чем ты младше, тем страховка дешевле. Мы первый раз в марте 2022 года платили 700 лир за меня и 1100 лир за Вову. А второй раз уже в июле, тоже 2022 года, за каждого платили уже по 1800 лир. А сейчас же та же страховка для нас стоит уже 2700 лир. У нас страховая сомпаси горта. И цены, которые я сейчас озвучила, мы приводим на ее примеры. Но ценник во всех страховых компаниях плюс-минус похожий. То есть, если, например, выбирать страховку, исходя из цены полиса, то сильно не сэкономить. А вот качество предоставления услуг можно потерять. Страховых компаний на рынке достаточно много. Но из тех, что мы знаем, которые хорошо работают и много чего покрывают, и которые хвалят сами местные, это страховка сомпаси горта и альянс. Вообще, покупка медицинской страховки – это дело очень ответственное. Так как нужно думать наперед в этом случае, а не с целью в моменте сэкономить. Важно, чтобы в стране, где находится иностранец, он смог получить качественную медицинскую помощь. И при этом не выложить за нее целое состояние. Поэтому, прежде чем покупать себе медицинскую страховку, почитай отзывы, изучи услуги, которые предлагает та или иная страховая компания. Какие предлагает суммы покрытия. Сколько медицинских учреждений с выбранной страховой компанией работает. Работает ли страховая компания, то есть свой страховой полис в других городах Турции. Мы лично потратили неделю на изучение всех этих деталей, чтобы выбрать подходящую себе страховую компанию. Мы в данном случае не преследовали цели сэкономить, а хотели получить ту страховку, которая сможет нам помочь в случае, если с нами что-то произойдет. Кстати, сейчас на экране ты видишь таблички из цен, чтобы сориентироваться. Ну, в общем, по этой теме у нас все. Подпишись на наш канал, чтобы нас тренировалось больше. Ставь палец вверх, чтобы видео чаще показывалось другим пользователям. Добро пожаловать в комментарии. Там можешь задать свои вопросы, замечания, предложения, истории также рассказать. Связаться можешь с нами при помощи электронной почты, указанной под видео. А также под видео есть ссылка на сайт, где есть все наши контакты, куда ты всегда можешь обратиться с просьбой найти тебе квартиру в аренду в Стамбуле или Анталии. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!